За год миллион. Это в рублях или в долларах? За 5 месяцев 10 миллионов. Я в это никогда не верю. В охоту больше, 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 больше денег. Не, ну это интересная позиция. Порядка 3 миллионов рублей. Да. Классный дом, классные тачки. Ничего себе. 120 тысяч долларов. Красава. Миллиарды долларов. Да ну нафиг. Но денег ни хрена нет. Даня, привет. Здорово. Надо тебя видеть на наших подкастах. Лёха хочет тебе тоже дать 5. Здорово, мужик. Мы приглашаем очень интересных, уникальных личностей. Я считаю, что ты один из них. Тебе 25 лет. Ты занимаешься онлайн-образованием. В пандемии это очень актуальная тема. Я знаю, что у тебя есть нереально крутой результат. Поэтому welcome. Я рад, что ты согласился присоединиться. Спасибо, что позвали. Конечно, выглядишь охеренно. Прическа тоже клёвая. Слушай, а вообще как получилось так, что ты решил заниматься инфобизнесом, онлайн-образованием? Что тебя сподвигло войти в эту нишу? Я до этого занимался маркетингом. У меня было SMM-агентство. Одно из крупнейших в 2018 году в Казахстане. У нас было порядка 3000 клиентов. Но мы находились в таком сегменте. Низкие чеки. Как раз эта ниша только зарождалась. И вроде до хрена работы. На меня работало 40 человек. Каждый месяц мы обслуживали больше 200 клиентов. Куча стресса. Но денег ни хрена нет. Типа заработок 1200 рублей может быть. Как могло быть 2018? Тебе сейчас 25 лет. То есть это минус 3. 22? В 22, да, у меня было это агентство. У тебя было 40 человек в компании. Кто инвестировал эти деньги? Никто не инвестировал. Зачем? Мотивация люди были или как? Зачем? У нас была выручка, да. У нас была выручка. Ну, не супербольшая, порядка 2 миллионов рублей, может быть. Но там работали, можно сказать, за пряник люди. Ты заканчивался университет или нет? Нет, я вообще не учился. Я не пошел в универ. Нет. То есть после школы ты решил? После школы я занимался херней, и до 22 лет я сидел, жил дома с родителями. Потом, как бы, у меня были попытки делать бизнес и 15, и 16 лет, но, как бы, там, меня подкинули, я не знаю, короче, остановился, я вот сидел, выискивал тему. И потом мы законнектились с партнером, и начали херачить, вот, и за год построили вот эту движуху. И, ну, быстро, как бы, ее переросли, неинтересно было, охота больше, 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 больше денег. Ну, и, соответственно, так получилось, что вот мы начали прокачиваться в маркетинге, постоянно инвестировали там в свое образование, и как-то обучились как раз-таки теме, там, запусков онлайн-школы. И два года назад, чуть-чуть больше, короче, в марте 2019-го я запустил свою первую онлайн-школу, за три недели просто упаковал там все, то есть сделал продукт по правильной технологии. И за пять недель продаж, там, я провел пять вебов, мы заработали 2,4 миллиона рублей, из которых, там, где-то 80% была чистая прибыль. Что это за тема была, что за продукт? Это мы сделали отведение, проанализировали наших клиентов всех и посмотрели, что мы даем хорошие результаты сетевикам. И, короче, мы запустили продукт узконаправленный именно под сетевиков, маркетинг и продажи для них. Вот, и, то есть, если в SMM у меня рентабельность бизнеса была, там, порядка 10%, ну, очень херовая, то здесь 80%. И мы это сделали командой, там, из четырех человек, а там 40%. Слушай, круто, я сам с сетевого маркетинга начинал заниматься этим бизнесом, был, там, в нескольких косметических компаниях, кофейных компаниях, а ты был? То есть, как ты решил вообще на сетевиков? Просто, чтобы работать с сетевиками, нужно их понимать. Ну, я немного понимал, у меня был опыт, там, 18 лет я что-то начинал, я в целом понимал, как... То есть, это продукт был на какую тему? Личностный бренд? Это продукт был маркетинг и продажи именно для сетевиков. То есть, у меня был ряд клиентов, как раз-таки в SMM-агентстве, которым мы сделали хороший результат. Одна из них, там, вообще, мы подружились, мы ее за год забустили с 800 тысяч рублей прибыли в месяц до 5 миллионов в ее сетевой компании. За счет, как раз, воронок продаж, там, таргета и так далее. И, как бы, на этом кейсе и строили мы продажи потом в онлайн-школе. А что за сетевая компания? У нее была... Супер Эго, по-моему. Что-то... А, я слышал эту компанию. По личностному росту, да, у них? Учленер, да, какой-то. Круто, красавчик. Как родители вообще отреагировали на то, что ты заработал... То есть, они вообще как, поддерживают тебя, то, чем ты занимаешься? Или не хотели, чтобы ты пошел по стандартному пути? Я сразу... Работа. Не-не-не, я сразу свой фрейм, как бы, зашил, что я не буду, как бы, нигде учиться. Я иду так, как считаю нужным. И в целом, как бы, не было такого, что нет, ты должен... У меня просто отец предприниматель, он никогда ни на кого не работал, и, по сути, в вузе он тоже не учился. Вот. И здесь никаких моментов не было. Единственное, когда я вот сидел последние годы дома, ну, как бы, было... Ну, что ты где, давай, покажи себя. И это один из мотиваторов вообще в моих жизни, что... Ну, я двигаюсь с позиции, как бы, быть первым, всех разносить и доказывать в первую очередь. Потому что, ну, возможно, детские травмы, я доказывал, там, отцу. Ну, сейчас я его превзошел, там, во много раз в доходе, и, как бы, ну, какие-то вещи, там, им позволяют, путешествия и так далее. И это прикольно. Это внутри прямо кайф. Красавчик, хорошо. Слушай, а уточняющий вопрос. 2,4 миллиона – это была выручка или это была прибыль? 2,4 миллиона – это выручка, чистая прибыль порядка 80%. Ты с кем-то ее делил, да, пополам, окей. Куда потратил деньги или инвестировал? Вообще, как бы, не заметил сильно этих денег. Нового уровня тогда не случилось. Потому что, ну, плюс-минус, как бы, то, что я зарабатывал, ну, в моменте мы выдернули, ну, давай реинвестировать дальше, как бы, там, в трафик. В обучении и так далее. То есть, не было каких-то хочушек. А сейчас есть какие-то хочушки, которые ты воплотил в реальность? Пока нет. Ну, типа, у меня доход порядка 3 миллионов рублей в месяц сейчас. И это не та сумма, которая, там, позволяет что-то вау, там, получить. Ну, типа, я на лямчик живу, вкладываю в блог до хрена денег. Типа, у меня блог стоит, мой в инсте, там, уже под 4 миллиона рублей, наверное. Там, всего лишь, там, 30 тысяч подписчиков. То есть, я заливаю, ну, я больше сейчас в бизнес, для того, чтобы меня большие цифры вдохновляют. Типа, сейчас у нас идет большой запуск, и вот как раз-таки я на подходе к новому уровню. То есть, в мае это будет порядка, там, 30 миллионов. 3 миллиона – это в долларах сколько? Почти 40 тысяч долларов. Ну, я тебе скажу так. У меня есть друг, очень близкий. Это была одна из причин, почему я приехал на Бали. Он сюда раньше меня приехал. Мы начинали тогда плюс-минус с нуля. И вот он буквально полгода назад вышел на доход в 30 тысяч долларов в месяц чистыми. И он купил в этом месяце себе здесь на Бали мэрс С-класса купе за 110 тысяч долларов. То есть, имея заработок 30 тысяч долларов в месяц. А у тебя, получается, 40 тысяч долларов. Почему ты не хочешь… Я реинвестирую, понимаешь? То есть, я тебе говорю, меня не вдохновляют цифры там в 3 миллиона. Я хочу, ну, типа, у меня цель сейчас. Мы, в принципе, над ней уже работаем. Мы делаем эту компанию. Хорошо, какая материальная цель? Ну, вот, что… Миллиарды долларов. Ну, а что ты хочешь в пути купить себе? Материальные есть у тебя цели, которые ты хочешь… Я имею в виду квартира, машина, дом, там, я не знаю. Ну, есть в планах купить квартиру в Майами. То есть, я планирую летом поехать, посмотреть, как, что. И если там не зайдет, то, да, квартира, она там стоит миллиона 3-4 долларов, может быть. Ну, такие цифры. Для чего квартира? Чтобы жить? Гештальт какой-то старый? Нет, вообще, ну, мне, типа, это нафиг не надо. Я за то, чтобы использовать капитал правильно, то есть, вкладывать его и получать прибыль. А квартиру можно снимать. Но, как бы, семью хочу заводить и как-то… Ну, какая-то стабильность, что ли. Тебе, наверное, надо прощупать Майами еще, поехать, посмотреть, как, что это за горы, что там за вибрации, что там за люди. Если понравится, то, возможно, купишь. Ну, типа, в Москву точно не хочу возвращаться. Ага, понял. Слушай, ну, здорово, что ты уже свободно путешествуешь, находишься на Бали. Мы сейчас записываем этот подкаст на Бали, друзья, да, кто нас смотрит. Тебе 25 лет. Я считаю, что хороший результат, что ты работаешь сам на себя. Потому что я, например, 24 еще работал инженерами. Только в этот возраст я уволился и начал делать какой-то бизнес свой. Вначале это все провально было. Ну, окей, прикольно. А как ты себя видишь? Вот где ты видишь себя? То есть в Москву ты не хочешь возвращаться, правильно? Ты хотел бы где жить? В Америке? Да, ну, у меня сейчас фокус весь на как раз-таки этот проект будет. Стартап мы делаем сейчас партнерку в YouTube, плюс делаем платформу, где… Этэч платформу, где будут курсы высокого качества как раз-таки от блогеров, лидеров мнений, которые не могут сейчас нормально монетизироваться, потому что у них это монетизация, реклама. А реклама и инфобиз – это просто небо и земля. То есть инфобиз приносит в десятки раз больше прибыли от аудитории. А что такое качественный курс? Типа аналог, может быть, мастер-класс, ты знаешь, американский сервис. Типа формат Нетфликса. Ну, то есть высокого качества продукты, там всякие знаменитости, режиссеры, актеры записывают курсы. Вот в таком формате. Дань, расскажи вот для меня, для наших подписчиков, вот конкретно чем ты сейчас занимаешься, что тебе приносят деньги? То есть вот конкретно, что это за работа? Потому что, ну, я думаю, каждому интересно понять, как в пандемию можно такие большие деньги зарабатывать. Ну, по сути, я занимаюсь продюсированием онлайн-курсов, продюсированием экспертов, продюсированием блогеров. Есть блогер, у которого саккумулирована, допустим, в Инстаграме аудитория, которую там до текущего момента или там еще год назад блогеры монетизировали, как я тебе говорю, только через рекламу. А это копейки. То есть там может быть блогер-миллионник, а зарабатывает он там 500 тысяч рублей. Что происходит сейчас? То есть мы эту аудиторию берем, делаем срез, опрашиваем, что вообще для них, какие у них есть проблемы и какое решение они хотят получить. Это в сторисах он делает опросы. Чисто в сторис. То есть сторис – это инструмент зарабатывания десятков миллионов рублей сейчас. И мы, получается, опрашиваем людей и смотрим, какие у них есть запросы, какие у них есть проблемы, с чем у них ассоциируются блогеры, в чем они видят его экспертность. И, соответственно, на базе вот этих вещей, то есть на базе того, что нужно людям, на базе экспертности, также на базе анализа конкурентов, рынка, создается релевантный, эффективный продукт для аудитории. И, соответственно, по модели запуска делаются продажи. Модель запусков – это когда мы не просто постоянно продаем, то есть есть возможность купить, вот захотел, пошел, купил. А мы делаем, как Apple, по сути, запускает свои продукты по модели запусков изначально. То есть вот iPhone выйдет только через полгода или больше, а уже начинают залетать какие-то вбросы, какие-то там рендеры, и люди начинают хотеть, хотеть, хотеть все больше, больше, больше. И как бы окно возможностей, окно продаж открывается вот на презентации. Здесь логика такая же. То есть мы берем, мы показываем людям возможности, мы показываем, транслируем людям экспертность, мы вскрываем их боль для того, чтобы они посмотрели на этот продукт и захотели его. Да, мне нужен этот продукт прямо сейчас. Но у них в моменте нет возможности купить. И мы вот раскаляем вот этот вот ажиотаж, внутреннее желание купить, что они сидят на готове с деньгами и типа дайте мне этот продукт. И так мы греем аудиторию, допустим, на протяжении трех недель, пяти недель в зависимости от того, какая там лояльная аудитория, насколько у них уровень осознанности к продукту. И в моменте как бы события, допустим, с того же самого вебинара или серии вебинаров мы открываем продажи, где происходит бум-продаж, и сразу в кассу нам залетают там просто миллионы рублей. То есть за там 3-4 дня можно сделать вот выручку, которую компании делают там образовательные, кто продает постоянно там за несколько месяцев. Вот так модель работает. И сейчас очень круто растут как бы молодые ребята, залетая в эту тему. Но я считаю, сейчас вот эра, золотая лихорадка в данный момент, потому что на моих глазах ребята, которые там консультировались у меня год назад, еще нихрена не зарабатывали, там делали по 50 тысяч рублей. Сейчас они зарабатывают также там по миллиону, по два, по три в месяц, ну либо с каждого запуска. То есть это окно возможностей для тех людей, кто вот более-менее понимает в маркетинге, кто погружается в эту тему, кто умеет коммуницировать, находить контакты с блогерами и сделать для них запуски. Потому что для блогеров это невероятно выгодно. Мне постоянно пишут там, в неделю 3-4 блогера точно пишут там от 50 тысяч до миллиона, которые хотят запустить. Потому что у них есть аудитория, но они не понимают, как ее монетизировать, они не понимают, как зарабатывать. И как бы продюсеры, вот эта, ну по сути профессия продюсеров, продюсеров онлайн-курса, она очень востребована, потому что это человек, который приносит бабло блогерам. Ну я понимаю, то есть по сути ты вышел на связь с известными людьми, правильно я понимаю? Просто ты не хочешь озвучивать, кто это, я думаю, каждому интересно, но мы до того, как записывать подкасты, договорились, ну Даня попросил не озвучивать, с кем он работает. Окей, ну как ты вышел на этих людей? То есть звучит очень все прикольно, понимаешь? Скажем так, ну мне кажется, сложно выйти на какого-то Тимоти, да, сказать, эй, Тимоти, слушай, давай запишем, мы разберем, типа, какие боли у твоих подписчиков и запишем там тему, я не знаю, как научиться читать рэп. Сто процентов. Все работает как бы через кейсы, через репутацию, то есть не происходит такого сразу, что ты такой новичок, зашел и к тебе ломятся там блогеры, да, то есть здесь репутация, здесь кейсы, и как бы важно сделать первые несколько крутых кейсов. Вот, и... Кто были твои первые крутые кейсы тогда? Вот прям такой, чтобы прорыв хороший, он случился там чуть больше полугода назад, на самом деле. То есть до этого были какие-то запуски, там миллион, полтора, может быть, два, но это в нише продюсирование как бы не является там каким-то вау-результатом, то есть на него не пойдут. Плюс я не уделял внимания личному бренду, то есть я работал чисто в тени. Вот, а здесь, то есть какой у меня план действий был, и как я тупо за полгода там вырос до очень крутых результатов, что у нас в продюсерском центре блогеров на 10 миллионов аудитории. То есть я сделал запуск с Даней, с Даней это Данил Кей, это ютубер, у него 500 тысяч подписчиков, это самый топовый эксперт по ютубу. Это как бы не просто слова, это действительно как бы если посмотреть на его цифры, которые он делает, но он реально знает магию ютуб, то есть он умеет набирать миллионы просмотров без бюджета. И я увидел в нем потенциал, я увидел в нем то, что как бы можно сделать крутой продукт, можно сделать крутой результат и пойти с ним дальше. Хорошо, и как ты ему написал? Нет, он сам ко мне пришел. То есть я на Бали как бы общался, находился в окружении в определенном, ну и как бы есть... То есть ты с ним тут лично познакомился? Меня свели с ним, он сам ко мне пришел, да, не говорит, хочу у тебя консультацию получить, я хочу запустить курс. Начал общаться с разными продюсерами, ну и в итоге он понял, что все продюсеры здесь, они некомпетентные, они не заинтересованы в том, чтобы сделать результат. Но ты с ним познакомился лично на Бали здесь? Да, 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 да. То есть у меня большие трансферы. Я на Бали приехал год назад, я уже больше года живу, я в январе 2020-го приехал. Я приехал с четырьмя запросами. Это окружение, это мышление, это деньги, это отношения. И все эти четыре запроса закрыты, и как бы скоро я уезжаю, и уезжаю как бы реализованным. Да, то есть до этого у меня... И девушку... Да, она уехала сейчас, сейчас я ее везу назад сюда на месяц. Красивая? Да. Ну, как иначе, ты че? Покажи, покажи. Слушай, реально Бали... Все, короче, мне говорили, что Бали какой-то магический остров. Я вообще человек с критическим мышлением. Я люблю Жака Фреско, например, я люблю науку. Я не мог понять, что это такое магический остров, что это вообще значит. Почему все бы так... Да, ну нафиг. Здесь сращивается, здесь такая, короче... Ух, красивая, да, красивая. Явно не Жак Фреско, бро. Да, короче, здесь магия какая-то имеется. Да, если человек с запросом приезжает, как бы и херачит, все реализуется. Вот, ну и так получилось, что он ко мне пришел, он начал консультироваться, говорю, ну вот такой у меня опыт, вот такие кейсы, вот так я это делаю. Он послушал других, он понял, что ну там как бы не светят больших результатов, а здесь, ну... И что ты ему предложил? Я ему ничего не предлагал, я просто искренне поделился то, как ему лучше делать. Я понял, но имеется в виду, что ты разработал для него продукт, который он запустил для своих подписчиков. Мы вместе разработали продукт, как раз таки изучив аудиторию. У него уже был до этого опыт запуска, он запустил на свою аудиторию на полтора миллиона. Это обучение по Ютубу, и он там собрал порядка ста человек, и ни один человек не пришел к результату. Почему? Потому что продукт изначально создавался неправильно. Он взял все свои знания и решил как бы отдать их людям. Так не работает. Важно создавать программы образовательные так, чтобы человека из точки А, где человек ничего не понимает, ничего не знает, у него результатов нет, в точку Б, где он пришел к результату, который обозначен в продукте. И провести от точки А в точку Б максимально коротким и простым путем, понятным для самых вообще чайников. Ну так может быть на нашем Ютуб-канале проверим, как это работает. Что работает? У нас молодой Ютуб-канал. Точка А. Мотивация посмотреть вообще тебе самому. Обязательно, да я знаю. Мы купим курс у тебя. А зачем? Он не продается. Не продается? Нет, мы решили, сейчас до этого тоже дойду. И, соответственно, мы сделали такой продукт, мы изучили боль рынка, и я интегрировался тоже в этот курс как спикер по продажам. То есть у меня достаточно большой бэкграун в продажах, умею продавать на высокие чеки. Чек у меня сейчас там миллион плюс на личную работу. Вот, и получается, сделали мы этот продукт, за две недели мы людей прогрели, анонсировали, провели события, и там в первые сутки у нас продаж на 5 миллионов, и еще три дня мы допинали 9,3 миллионов рублей. То есть 5 тысяч охвата у него, 4-5 тысяч, вот так варьировалась цифра. Сам он запустил на полтора миллиона рублей, вместе мы запустили на 9,3. Почему? Потому что использовалась правильная технология, и, ну, я такой человек, который вот любит вызовы. То есть я ему сказал, Дань, ну, слушай, он говорит, ну, я хочу запуститься там на миллион на 3. Я говорю, ну, мне это неинтересно на 3. Если мы будем делать, мы будем делать на 100 тысяч долларов, и мы должны эту цель закрыть. У нас, ну, много чего шло не по плану, но в итоге я докрутил, и получилось там 120 тысяч долларов. И как вы делите эту прибыль? Ну, 50 на 50. 120 – это же выручка, или это чисто? Ну, там расходов процентов 15. Да, то есть 85 процентов – это чистое прибыль. Что основная статья расходов вообще? Отдел продаж – 10 процентов, и там по мелочи комиссии за рассрочки, вот такое, до 5 процентов. Неплохо, красава. Классное вланообразование, реально большая маржа, это вообще пушка. Большая маржа, которая дает трамплин на новый уровень жизни. Ну, как бы реально. Если правильно распоряжаться деньгами, вот спрашивали, типа, куда там, что потратил, я не смотрю вот на короткой дистанции, потому что я мог бы потратить это на просто какую-то херню. Гуччи херучи накупить. Я трачу в… Я инвестирую. Я инвестировал в блог, я инвестировал в команду, я инвестировал в знания, я инвестировал, опять же, в окружение для того, чтобы, ну, как использовать… Как инвестировать в окружение? Ну, вписываешься в какие-то обучения, где там на вип-тарифы различные, там мета я проходил, там много с кем познакомился, там я с Косенко был в десятке, но я сказал, ребят, нам немножко не по пути, я вышел. Очень интересно. А почему вышел? Ну, мне не очень заходит тема, там, петь Иосифова, ОБМ, вот это там, достижение цели, там, через страх, там, заплатить цену слова, нет, меня вдохновляют, именно, достигая цели, какие-то позитивные вещи, все результаты. Вот, поэтому вышел. Пушка, мне нравится такой подход тоже. Влад Перс, это мой друг с Бобруйска, мы с ним вместе на Бали приехали, он тоже много раз практиковал разные вообще инструменты, вот он один раз, даже не один раз делал, через цену слова цель ставил, и через публичное объявление, типа, у тебя появится страх перед кем-то, и тебе будет стыдно не выполнить эту цель. Мне тоже кажется, что важно себя, во-первых, услышать и найти, понять, что к чему ты двигаешься, что тебя зажигает, и найти правильное занятие, которое тебя приведет вот к этой точке Б. То есть не через боль, вообще через боль двигаться сложно, на самом деле, особенно долго. Слушай, ну, давай будем честными, процентов 90 населения, планеты, они как раз-таки двигаются через боль, поэтому эта модель и была придумана в БМ, потому что, ну, нету стержня, нету дисциплины, нету той самой мотивации у людей, чтобы идти и вот достигать через, там, желание что-то получить. То есть им через страх все действуют. Я думаю, что, на самом деле, это тоже стратегия, наверное, рабочая, и много кто поделится кейсом, да, что эта работа, это круто. Но я думаю, что просто моделей много разных. Важно просто свою найти. Ну, мне кажется, да, модель жопы, она самая популярная тема. Просто, когда жопа не приходит, осознанности в глазах нет. Знаешь, вот я сам... Ну, она отрезляет, это отрезляет. Отрезляет. Я помню, когда мы... Когда я уволился, работая инженером, и начал заниматься сетевым, ну, это предпринимательство, скажем так, ну, было 100 долларов, может быть. И ты прям, ну, начинаешь соображать, думаешь, блядь, что делать? Потому что мюсли с водой уже тебе надоели. Я расскажу историю. Год назад, год назад, когда я приехал на Бали, у меня, то есть у меня там провалились запуски, и я в таком депресснике сюда приехал как раз-таки менять эти вещи все. Но у меня было еще это СММ-агентство, которое плюс-минус пассивно мне там приносило те же самые там 150-200 тысяч. И, ну, я понимал, что с этим партнером я не хочу уже строить бизнес. И я, по сути, своим там, ну, я уже начал какие-то там свои движухи мутить. Ну, короче, он у меня должен был выкупить, долю мы договорились, что, ну, типа, я выхожу, и он должен был выкупить долю, но потом, там, спустя две недели, он говорит, типа, все, я ничего у тебя выкупать не буду, я тебе в свое время эту долю дал, то есть он меня затянул в этот бизнес, когда там еще выручка была 1200 рублей, может быть, а мы построили, как бы, все вместе. И он говорит, ну, типа, я тебе долю выкупать не буду, я тебе ничего не должен, как бы, пока. Ну, и... Ты на него обиделся? Сначала я начал, как бы, включать агрессию, и, там, хотел подключить людей, чтобы порешать этот вопрос, но потом... Ну, а у вас была договоренность, просто, знаешь, это хороший момент, вы с ним изначально договорились как-то на бумаге, что если ты выходишь с бизнеса, то вы действуете вот по такому... Договоренности не было, единственное, как бы... Я считаю, что... Да, это одна ошибка, да. Это самая главная ошибка. Я сам с этим сталкивался, ну, просто, знаешь, вот есть такой Фридман, русский миллиардер, его спросили когда-то, ну, как так получилось, что вот вы со своими друзьями не поругались и своими партнерами, да, а в то время, как другие олигархи, типа, разругались, там, воюют, он говорит, все просто, мы просто на берегу подписывали договор и действовали, соответственно, договору. Да, это важно, это опыт просто. Вот, и... Ну, по сути, получилось так, что он... Что я написал расписку, что я никаких претензий не имею и, короче, эту ситуацию отпускаю. И в марте 2020 года у меня в кармане остается, не знаю, тысяч 25, наверное, рублей, но у меня есть охеренный бэкграунд в запусках, в маркетинге и, по сути, я беру, там, не знаю, я строю воронку, я считаю, воронка, которая вытаскивает из жопы. Строю воронку, заливаю трафик, 15 тысяч рублей я всего заливаю, ну, как бы, у меня есть навык продаж, я простроил правильную воронку, донес ценность, сделал хороший продукт. И за две недели, за две недели я закрыл с этой воронки... Своего инстаграма? Нет, инстаграма не было, у меня тогда там было тысячи... Что за воронка? Воронка в Telegram-боте. У тебя был Telegram-бот? Просто прописывается воронка в Telegram-боте, где, там, через контент ты человека прогреваешь и вытягиваешь его на консультацию. И вот через... Где ты подписчиков взял, чтобы их... Таргетированная реклама в Инстаграм. Я вложил на 15 тысяч рублей, которая ведет в Telegram-бот, который я собрал за неделю. И за две недели я сделал четыре продажи по 125 тысяч. На какую тему? Онлайн-школу, запуск онлайн-школы, формат консалтинга. Я положил 500 тысяч рублей. То есть, вот, ситуация, когда я, казалось бы, ну, жопа, ты в другой стране, ты без денег, тебя кинул партнер, то есть, дизмораль там максимальная, любой другой, наверное, бы опустил руки и сказал, типа, вышлите мне деньги, я улечу отсюда нахер. То есть, а я, ну, типа, окей, прикольно. Я давно хотел обнулиться, я давно хотел двигаться сам, и я делаю две недели, и как бы я уже, ну, у меня есть деньги двигаться дальше, короче. 500 тысяч рублей я положил в карман. Вот, ну, тоже такой кейс прикольный. Вот часто люди, получается, обучают бизнесу, хотя у них бизнес не особо получился. То есть, смотри, в твоем кейсе ты говорил, что, ну, ты вышел с доли, что тебя не устраивал партнер, и, по сути, дела были не очень, и ты сделал продукт как раз о том, как зарабатывать деньги, и все поперло. И это очень часто вижу. Круто, что у тебя получилось. Так у меня был кейс, то есть, я запускал свою онлайн-школу, и я, ну, как бы я знал, один, два, четыре, пять, как ее делать, просто тоже мы, короче, меня задолбали сетевики, и я решил эту тему как бы свернуть. То есть, я не решил, ну, не захотел продолжать ее учить. Я понял. Я ее закрыл, то есть, это был успешный кейс, и, по сути, на этом кейсе я и продал. Слушайте, парни, а вот интересно тогда, реально на рынке есть продукты, которые, уровень экспертности эксперта не соответствует стандартам качества, да? И как ты считаешь, как пользователю, конечному, выбирать классный курс, реально, на что опираться, как не наткнуться на вкусную упаковку с хреновой начинкой? Слушай, здесь есть две мысли на этот счет у меня. Во-первых, как бы любой курс, который ты покупаешь, если ты его покупаешь с конкретным запросом, то даже самая какая-то хрень может дать тебе пользу. То есть, у меня, там, если я покупаю какие-то продукты по маркетингу, 95% информации я уже знаю. Ну, или там 99% даже, может быть. Но, все равно, как бы, я не думаю, что, блин, зря купил, да? То есть, если я найду этот 1%, ну, как бы, он может мне принести там несколько миллионов рублей. Поэтому здесь важно формулировать правильные запросы. Другой момент, когда, там, у блогеров сейчас это часто происходит, когда берут просто, там, информацию из интернета, красиво ее пакуют и своей аудитории загоняют. Вообще, как бы, неэффективный продукт. Дают обещание, вот это самое важное, да? Дают обещание, что вы там начнете зарабатывать, а там нет информации вообще про то, как зарабатывать. Это хреново. Это хреново, и у этих людей нет будущего, то есть, они портят себе репутацию, и они в долгосрок работать не смогут. Потому что, в долгосрок можно качать только в том случае, если у тебя есть результаты, если у тебя есть кейсы. Иначе тебя смоет нахрен с этого рынка. Так и происходит, в принципе. Ну вот в онлайн-образовании на самом деле часто, вообще в принципе в бизнесе часто рассказывают только про самые крутые кейсы. Когда у тебя твой продукт, например, ты продал тысячу курсов и только 10 там человек получило вменяемый результат, и ты рассказываешь только про этих 10-5%. 5% по рынку. Понятно, что это 5% успешный типа применения продукта, да? Да, да. Конверсия, что это, это нормальная конверсия? Хреновая конверсия, мы как раз таки вот сейчас запускаем свой продукт по запускам, и у нас работает методолог, Игорь Граф, ты его как раз таки знаешь, у него по общим, в общем по его продуктам результативность 93-94%. Как это измеряется? Ну, отцифровка происходит. Как? Вопросы, смотрятся результаты, то есть это легко измерить. Вот, сейчас мы создаем продукт как раз таки тоже нацеленный на то, чтобы 90 плюс процентов студентов, они пришли к результатам. И это решает, ну, понятно, что там всех невозможно привести. Это же 90% мне кажется очень сложно. Сложно, но методология прорабатывается так, что там, ну, не просто знаешь, что кажется, что чтобы 90% получить, нужно очень выборочно продавать. Мы осознанно продаем, мы продаем не для всех, мы продаем через специальные продукты подготавливающие. Плюс, как бы, внутри построения курса, оно идет, ну, там, геймификация, объединение там на команды, кланы, и вот эта вот вся хрень. Ну, то есть подход вообще не такой, как в рынке. То есть если в рынке дают просто, вот тебе, пожалуйста, курс, вот тебе там куратор, вот тебе ты можешь задавать ему вопросы. Но это не работает для большинства. Ну, и, конечно же, не нужно забывать, что в итоге результат зависит от, ну, человека, который проходит. то есть, ну, если ты делать не будешь, как бы, какую бы ты информацию не получил. Да, вот поэтому я, если честно, не сильно верю, как бы, определенно, мне кажется, что продукт, наверное, классный. Раз участвует Игорь, раз участвовешь ты, это определенный тоже фильтр. Но 90% конверсии, это вообще божественно. Но это цель, это не факт еще, это цель, мы к ней стремимся, посмотрим, что получится, но основываясь на результатах Игоря Графа, я думаю, мы приблизимся к этой истории. Там фильтр через чек, но там чек 300 тысяч рублей средний. Когда запускаетесь? И когда закрываются продажи? Они будут вообще закрываться? У нас окно продаж открылось для ограниченного числа людей вот 31 марта. На 300 человек провели вебинар и получили заявок. А сколько по времени длится курс? Два месяца, от двух до трех, в зависимости от тарифа. Значит, фиксируем. Сегодня 3 апреля. Курс начнется 24 мая. Возьмем тогда в июле, можно будет у тебя поинтересоваться и спросить, какой вообще результат получили ученики. Супер. Уважаемые подписчики, напишите свой прогноз, какой вообще может быть результат. Какой вы считаете, что в онлайн-образовании классная конверсия в результат у ученика, который приобрел курс? Давайте посмотрим, что-нибудь, может быть, подарим лучшему пацанчику, у которого гадает результат. Пацанчик. Слушай, ты вообще, вижу по себе уверенный. А как по-другому? Как, вообще, откуда уверенность? Не знаю, это, возможно, черта какая-то, которая была со мной изначально, но уверенности становится больше, когда ты получаешь подтверждение своим компетенциям, своим, потому что, знаешь, бывали моменты, когда чувствовал вот этот синдром самозванца, так называют, да, то есть вроде ты до хрена умный, но вот результаты конкретные, фактически, их таковых сильных нету. И ты такой, ну да, я типа умный, но и что с этого? И внутри, как бы, не чувствуешь себя максимально уверенно. Сейчас как бы все хорошо, поэтому, да, уверенность максимальная, ну, по крайней мере, на том уровне, на котором я нахожусь. Как это проявляется, да, как это проявляется в уверенности? Гормон роста, тестостерон, что помогает тебе? Как эта уверенность проявляется? Ну, у тебя в целом начинают получаться, тебе тянутся люди, то есть вот в продажах, допустим, какая основная эмоция? Уверенность, потому что продажа не происходит, пока ты не передашь клиенту уверенность. Да не, Лех, ну он уверенный, посмотри, какая прическа, смотри, как он рассказывает, то есть, блин, просто зверь. Вот, продажа происходит, когда есть у человека уверенность в тебе, как в продавце, как в эксперте, когда есть уверенность в твоем продукте и там в твоей репутации, в твоей компании. И если ты вот такое вот, да, если ты вот так рассказываешь, ну, нихрена не будет. Вот это как раз-таки причина, почему, вот если мы берем продукты по заработку, почему у людей не получается делать результаты, потому что они изначально вот такие. Я с ним полностью согласен. Я, знаешь, вот я вижу, ты мне импонируешь, у тебя, вижу, знаешь, сейчас, ну, реально, скажем, начало восхождения. Сто процентов. Правда, да? Это 0,01 процентов. Это мои первые полгода, когда ты увидел реальный результат, правильно? У тебя есть картинка видения, и я вижу, ты уверенный в себе, и я уверен, что есть подписчики, которые вот хотят тоже быть уверенными. Твой секрет уверенности, как ты думаешь? Потому что, знаешь что, я вообще играю в игры, мы сейчас сидим за этим столом, где идет подкаст, но в другое время здесь стоит компьютер мощный, я играю в Warzone, убивая разных товарищей, в команде с ребятами, и мы играем каждый раз с разными ребятами, кто-то с России, с Украины, с Казахстана, я вот часто иногда общаюсь с ребятами, они работают на заводах, им там 25-30 лет, ну, и перспективы никакой нет, кто-то зарабатывает 30-40 тысяч рублей, но я не знаю, мне прямо обидно, я им всем говорю, ребята, я не знаю, собирайте вещи, езжайте там в Европу, в Америку, там, ну, куда угодно, только, ну, не оставайтесь там в России, в Украине, потому что возможности мало, и у них не хватает уверенности, то есть я слышу прям по голосу, что их что-то останавливает, они не могут вот сделать этот шаг в неизвестность, понимаешь, ну, по моему мнению, знаешь, человек не дерево, у него нет корней, то есть он может взять, переместить себя в более успешное общество, по моему мнению, да, например, в Америку, где совершенно другие возможности, где, например, электрик или механик может зарабатывать там не 40 тысяч рублей или 60, а там 4 тысячи долларов, блин, понимаешь, но люди, они боятся, они думают, что это страшно, и это один из примеров, также есть в инфобизнесе, да, вот ты занялся онлайн школам, образованием, то есть кто-то смотрит и думает, блин, да чему я могу обучить вообще людей, да, то есть я же еще ничего не знаю, понимаешь, вот многие так мыслят, хотя на самом деле каждый в чем-то является экспертом, правда, можно раскрыть, но не хватает, блин, уверенности, она у тебя есть, вот поделись твоим секретом, где ты, блин, набрался вот этой дерзкой уверенности, которая тебя как локомотив прет вот к твоим целям. Ну слушай, я же тебе и говорю, что через подтверждение результатами. Но вначале не было. Вначале не было, но у меня такой тип характера, что типа есть вот эта уверенность, но... Может это книги, может это гормон роста. Ну книги, да, конечно, ты там читаешь, перенимаешь опыт людей и применяешь его. Если говорить про книгу, что я рекомендую прочитать, то есть как я научился продавать и как вот правильно работать с состоянием, с тональностью, удерживать там внимание аудитории, это Джордан Белфорд, Волк Солл-Стрит, это топовый чувак, лучший сам по продажам. Ты у него тренинг проходил? Я у него тренинг проходил, я читал его книгу, книги для новичков будет достаточно, для того, чтобы понять как бы, что важно вообще. Ты его книги читал какие? Я просто только фильм смотрел. Я фильм смотрел, читал вот эту книгу, по которой фильм был снят, в принципе прикольно, интересно, и есть книга Метод Волка Солл-Стрит, это практическая книга, инструментарий именно по продажам, то есть та технология, которую дает он, вообще я ни у кого не слышал, то есть все говорят там скрипты продаж, там еще что-то, это херня полная. Как раз таки уверенность это что? Уверенность это состояние, и важно научиться входить в это состояние и его передавать. Как? Невербально, через тональность голоса и через жестикуляцию, и просто вот совет тем, кто не уверен, попробуйте быть уверенным, посмотрите, не знаю, на роли какого-то человека, который максимально уверен, и попробуйте воспроизвести, смоделировать эту тональность голоса, как он говорит, как он жестикулирует, попробуйте проговорить, точно так же. И вот это, оно степ-бай-степ будет формировать ту самую внутреннюю уверенность, то есть идет через невербалику все. Да, еще такой вопрос, ты уже знаешь, что я занимаюсь недвижкой, мы строим потрясающие виллы на Бали, сдаем их, управляем, продаем. У нас среди наших инвесторов много интернет-предпринимателей, которые, заработав деньги онлайн, инвестируют потом в недвижку. Ты вообще, как думаешь, куда ты будешь инвестировать твои заработанные миллионы долларов? Классный вопрос. Классный вопрос, да, то есть сейчас у нас цель сделать порядка одного-двух миллионов долларов с партнером как раз-таки на запусках и инвестировать в нашу платформу для того, чтобы не делать первый раунд, не размывать долю сильно, не продаваться там за копейки, не знаю, 10% там за миллион долларов, ну типа херня. То есть мы вложим свои деньги, мы разовьем этот проект и допустим там через год уже привлечем инвестиции там несколько десятков миллионов долларов. И куда вы проинвестируете? Вот ты, например, представь, ты развил свою компанию, у тебя есть твоих там, я не знаю, ну 2 миллиона долларов, что ты с ними сделаешь? Вот у тебя есть твои на банковском... Ну вообще, да, я от кого-то слышал, от кого точно не помню, инвестировать лучше в свой бизнес. И допустим, я сейчас не залезаю там в какие-то там акции, IPO, еще что-то. Давай просто представим, у тебя есть 2 миллиона, компания, она уже развивается, у тебя есть деньги на развитие компании твоих. Это другие 2 миллиона, но это не 2 миллиона. Может быть, он скажет, мне интересно вот твое мнение, да, вот куда ты эти деньги потратишь? потратишь или инвестируешь? Я не знаю, вот у тебя есть 2 миллиона, они лежат на счету, ты вот говоришь, тебе нужны другие результаты, ты не хочешь покупать, может ты купишь квартиру в Майами, может быть, ты еще раз, я не знаю, вложишь в свой бизнес, чтобы сделать его более масштабным. Я сейчас точно не скажу, потому что... Ну давай помечтаем, давай представим. Да, ну типа... Либо представь, есть у тебя 2 миллиона, сейчас. Либо это свой бизнес, если как бы туда деньги нужны, но скорее всего на том этапе я уже буду привлекать инвестиции от инвесторов, это намного логичнее. Сейчас ты не привлекаешь, да? Сейчас пока нет, чтобы не мыть долю. На свои деньги мы делаем сейчас. Это возможно, деньги, понятно, не будут просто так на счету лежать. А что будет? Вот давай как раз и подумаем. Индексы, фонды, какие-то акции, ну то есть, а стандартные индексы, там S&P 500... Ну четко, да-да-да. Типа там 15-16% он растет, то есть все, у тебя уже какое-то есть этот... Хорошо, сколько ты процентов от этих... Давай вот возьмем круглую цифру, так миллион долларов, да, то есть сколько процентов ты с этой суммы проинвестируешь в акции? Типа при условии, что мне не нужно инвестировать... Нет, это чисто деньги для инвестиций, для сторонних. Это может быть он купит ту крутую тачку, там я не знаю, еще что-то... Да, это деньги не на компанию, в общем. Это деньги, которые компания тебе принесла. Ну какая-то часть пойдет в акции, просто чтобы... Давай представим, какая часть. Ну не знаю, 50% допустим. И 500 тысяч долларов в акции. Да, и остальное можно просто потратить на... На что? На жизнь. Это на что? Это путешествия, это классные виллы, отели, аренда, это аренда хороших машин, ну типа вот, там первый класс, может быть, ну в таком формате. И понятно, что я буду продолжать заливать дохренища денег в личный бренд, в репутацию. То же самое, там сейчас, у нас чуть-чуть на паузу встало, там ТикТок, Ютуб-канал, Даня уехал с Бали. И туда буду инвестировать, то есть в контент, в аудиторию. Для чего? Это тот самый социальный капитал, который позволяет тебе, заходя в любой проект, ну как бы сразу занимать определенную планку. То есть, когда у тебя есть аудитория, какой бы бизнес ты ни начал, у тебя всегда будет клиент, у тебя сразу будет прибыль. То есть, даже ты потеряешь все деньги, если у тебя есть инстаграм, раз, два, три, четыре, пять, у тебя в кармане несколько миллионов. Окей, смотри, для чего занимать высокую планку на рынке, например? Для чего тебе это нужно? Я не знаю, это вот внутри меня, то есть у меня, когда разбирают по цифрологии, нумерологии, сразу выходит, то что я тот человек, который всегда должен быть номер один, всех разматывать, доказывать. Вот у меня такая. А представь, окей, доказал. Ну это эго, потешить эго хочется. Потешить эго, ну у меня эго... Ну, чисто представь, опять же, смотри, ты создал продукт, он классно зашел на рынок, ты захватил определенные позиции, респект ты получил, как бы, деньги тоже получил. Что дальше? Все, типа, отдыхать? Нет, не отдыхать. Ну, типа, мне прикалывает делать бизнес, меня прикалывает именно, вот, допустим, сейчас я делаю запуски, мне вообще неинтересно вписываться в движухи, которые, типа, там, на 10 миллионов рублей. Потому что я этот результат делал не один раз, и меня вообще не вставляет. Ну, типа, у меня тупо не стоит этот запуск, да, но когда история, вот почему я вписался сейчас в запуск на 50 миллионов рублей, это немножко новая планка, новый уровень, который мне прикольно, вот, как бы, сделать, покорить и показать. Что? Конечно, тебе в кайф-то гонка. Посмотрите, гонка, да, гонка, доказывать, как бы, людям. Я выхожу, и я, там, цифру опубликал, вот эту, что у нас заказов на, там, 3-4 миллиона, и я понимаю, как у всего рынка, там, продюсеров подгорает сейчас, а мне прикольно, понимаешь? То есть, мне вот такие вызовы, там, и с самим собой, и, как бы, с рынком в целом. Просто это эмоцию, получаешь эмоцию. Да, говорят, что это плохо, типа, что ты находишься вот в этой вечной гонке и в итоге несчастлив, но в целом, как бы, я... Так если тебе по кайфу, то, ради бога вообще. Слушай, а кем ты себя видишь вот через лет так 10? Через 10 лет, это большой уровень, большой уровень, миллиарды долларов инвестиционной компании, несколько компаний у меня в разных направлениях, что-то изойти, наверное, больше. Опиши свой день, что, вот у тебя есть несколько компаний, ты просыпаешься, где ты просыпаешься, чем ты начинаешь заниматься? Ну, я не хочу много работать, то есть, это работа в кайф, это работа, там, 4-5 часов, максимально точечные действия, закрытие каких-то, крупных сделок, то есть, вот меня бесит операционка, я ненавижу, на самом деле, там, снимать сториз, я ненавижу делать, там, какие-то рутинные вещи, я ненавижу записывать курсы, именно поэтому я больше, как бы, продюсирую, у меня своих продуктов нет, я чисто в коллаборации, то есть, меня бесит операционка, поэтому, в дальнейшем тоже, ее не будет, это будут какие-то стратегические решения, стратегические вещи, сделки, время очень много с семьей, с детьми. Это, через 10 лет, ты еще будешь в плане образования? эта сфера будет присутствовать в жизни? Ну, я думаю, ну, не могу точно сказать, вообще, вот эту компанию, которую я создаю, в принципе, любая компания должна создаваться, в принципе, под продажу, то есть, я хочу сделать экзит, я хочу к 30 годам, чтобы она стоила миллиард, миллиард, это в рублях, или в долларах, то мы перепрыгиваем иногда, может, в рубиях, знаешь, ты будешь продавать Алекс Виллс? Я когда-то ее оценивал, именно менеджмент компании, ее оценили в несколько миллионов долларов, но я бы ее не продавал бы сейчас точно, а в будущем может быть, смотря какая сумма. У меня, знаешь, всегда такой подход, там, например, с квартирой или с виллой, или там, ну, еще с каким-то бизнесом, то есть, если ты, например, виллу по себестоимости построил, там, за 300 тысяч долларов и выставил за 600, ее кто-то купил, то супер. То есть, ты можешь там жить параллельно, но если ее купят за 600, ты можешь купить две виллы, ну, построить, точнее, две виллы можешь, выставить на продажу. То есть, вот такая идея. Поэтому, если цена вопроса, я не знаю, будет там 10 миллионов долларов, ну, я как минимум об этом подумаю, все можно продать, ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус, то есть, мне интересно вообще на самом деле оценить свою компанию в будущем, конечно, понять, какая ее стоимость, и потом уже думать. Но сейчас, вот если говорить реально, да, вот за меня, то сейчас я следующие года два-три, я даже об этом думать не буду, потому что я вижу большие перспективы, можно построить очень много вилл, даже город можно построить, и у меня на это есть силы, желания. А в будущем посмотрим. Ну, я считаю, что, блин, заниматься одним бизнесом просто на протяжении всей жизни, ну, типа, не прикольно. То есть, ты доходишь до определенной реализации в проекте, и как бы можно делать выход и заниматься чем-то другим, что больше отвлекается. Я вот ребятам рассказывал недавно, я помню, у меня лет пять назад, знаешь, в моем дневнике, там, на заднем, в конце было 10 бизнесов. Это там, кафешка, продажа кальяна, веб-студия, консалтинг, там, вот 10 направлений. Я, типа, думал, что я такой крутой, у меня было вот ощущение, что, блин, у меня 10, типа, есть бизнесов. А потом в какой-то момент я решил, там, спустя время посчитать, куда я трачу деньги, инвестирую, а где мне приходят деньги. И оказалось, что вот недвижка и консалтинг, это, по сути, два направления, которые мне дают деньги. И я принял решение отбросить все эти восемь направлений, оставил консалтинг и недвижку, потом отсел консалтинг, и оставил только недвижку. И развиваясь в этой сфере, блин, я вижу огромное количество, количество направлений, в котором можно еще развиваться. То есть, по моему мнению, знаешь, их много, мнений много. Вот есть там Ричард Брэнсон, у которого там около 300 компаний, да, и они там все разные, под брендом Virgin, да, то есть там что хочешь. Я же больше за то, чтобы выбирать одно направление, и именно весь фокус кидать именно туда. То есть, у тебя могут быть несколько бизнесов. Я, например, являюсь там инвестором в одной из IT-компаний, где я получаю каждый месяц уже дивиденды, но я там выступаю в роли инвестора. То есть, я не являюсь локомотивом, я не являюсь как бы генератором. Согласен здесь. Поэтому, если говорить за бизнес, в котором ты участвуешь, то это должно быть одно направление, но оно может быть, ну, не то, чтобы вечное. То есть, вот скажу так, смотри, мы начинали с менеджмента, да, это первый, первый наш бизнес. То есть, мы брали виллу на год, делали ремонт, декорацию, выставляли Airbnb Booking, сдавали посуточно, да, раз. Казалось бы, можно с одной виллы сделать там сотню, и у нас было 36 вилл. Потом, я понял, блин, а почему бы не строить? То есть, есть понимание, как управлять виллами, и какие они должны быть по планировке, и я понял, блин, а давай-ка я разберусь в этом. Мы начали строить. В стройке есть огромное количество направлений, есть маленькие виллы, большие виллы, двухэтажные, там, лакшери, не лакшери, то есть тут тоже, знаешь, вот размах мышления огромный, размах вот видения, да, дальше вот мы с Алексом познакомились, разобщались, подружили, решили создать совместно уже агентство по продаже недвижки. Это уже, да, третья компания, по сути. И здесь вот недавно на Нетфликсе я увидел сериал, где люди, сериал на Нетфликсе популярный, где люди показывают, как они продают недвижку. То есть мы тут YouTube-канал пилим, а люди на Нетфликсе, блин, сериал запилили, как они продают недвижку, да, то есть направление недвижимости я вижу очень большим. То есть если вы углубь, понимаешь, с чем я говорю? Если ты углубишься, вот прикинь, я начал с менеджмента, я увидел стройку, я увидел продажи. Да, я понимаю. Дальше, сейчас там меня спрашивают, что еще там, лондри, охрана, чего нет на Бали, уборка на низком уровне, то есть бери, развивай еще вот эти направления, которые связаны с твоим бизнесом, и это будет вот-вот безгранично. Я, например, занимаюсь уже седьмой год этим, и мне в кайф, и вот хороший был вопрос от Алекса, готов ли я продать свою компанию, сейчас, следующие два-три года точно нет. В будущем, я считаю, что просто все может продаться, если оно стоит больших денег, и с тебя это устраивает, да, но мне кажется, бизнесом можно вечно заниматься, если он тебе в кайф, если он тебе нравится. Сто процентов же. Да, это важно. Да. Окей, то есть ты через 10 лет себя не видишь, скорее всего, в инфобизнесе. Нет, в инвестиционном направлении, знаешь, мне импонирует, вот, если смотрели сериал «Миллиарды», да, 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 вот, модель Аксель Рода, типа, инвестиционная, вот такая вот, короче, Аксель Род, и мой вообще кумир, это Уоррен Баффет, то есть офигенный чувак, у него много компаний, у него прокачано бизнес мышления, он по сути не, он операционную деятельность принимает только вот как бы в одном направлении, но при этом у них акции там… Мне тоже нравится Уоррен Баффет, он именно инвестирует только в те компании, которые… Нет-нет, которые ему нравятся. Нравятся, разбираются, и они недооцененные, вот так. Ну да, но видишь, у него такой подход, что все, что он использует в быту, там, как ту же Кока-колу, он туда инвестирует, то есть то, что ему нравится, он там является акционером. Ну, я считаю, Уоррен Баффет новичок на этом рынке. Слушай, Даня, а как ты считаешь, что же через 10 лет будет с рынком онлайн-образования? Ну, я думаю, будет расти, еще будет расти, потому что, ну да, даже вот та же самая пандемия показала, что, в принципе, та модель образования, которая есть сейчас, она как бы не совсем актуальна, и даже университеты начали переходить на онлайн-формат, пока они только перешли на онлайн-формат, дальше будет трансформироваться в целом образовательный программ, потому что учиться 5 лет, ну, это камон, это буллщит полный. Да, типа, ты можешь пройти курс за 2-3 месяца, освоить навык, профессию, и пойти и сразу зарабатывать деньги. Вот, поэтому все будет трансформироваться, меняться, и 10 лет точно еще будет на подъеме. Очень хотелось бы, чтобы еще и школы перешли к новому формату тоже, чтобы начали обучать более точечно, чтобы начали изучать каждого и распределять знания. Да, 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 soft skills, soft skills, у меня есть как раз идея проекта, сейчас мы обсуждаем, там есть один очень крупный блогер, вообще самый крупный, русскоязычный, и он хочет запустить как бы на свою аудиторию продукт, и там аудитория маленьких детей, да, до 15 лет. Это Владик? Да, и, короче, есть идея сделать платформу по подписке как раз-таки прокачка soft skills, то есть то, что на самом деле нужно детям, потому что вот эти гребаные химии, физики, они нафиг нужны, а прокачка soft skills, прокачка, навыка продаж, допустим, самого главного в жизни, как вот уверенным быть, докачать с детства, чтобы вообще любой человек, продвигался по жизни, находил партнерство, устраивался на работу, получал лучшие условия, зарабатывал многое, и все было круто, и этого не хватает. 100%, вообще в принципе предметы и систему обучения самоточно нужно пересмотреть, 11 лет ты учишь 30 или сколько там предметов разного вообще формата, и по каждому ты должен заслужить хорошую оценку, по каждому, даже если ты гений математический, тебе физрук, посрачники дает, чтобы ты, типа, ну, ты что-нибудь дотягиваешь, а это вообще не твоя тема. Да. Это неправильно. Да. Но сейчас система образования меняется, на самом деле, я видел в России школу, сделали точка будущего, называется, кажется так, там вообще нету звонков, преподаватели, современные, молодые ребята, там менторы есть у них, я вот передачу смотрел, у кого-то из блогеров, на YouTube, прям очень крутая школа, и они в телефонах могут сидеть, то есть находить ответы. Классно. А чем занимаешься в свободное время? То есть что у тебя за хобби? Что ты любишь делать? Как ты проводишь время? У меня очень мало в свободное время. Да ладно, серьезно? Ну да. Я в это никогда не верю, когда мне это люди говорят. Я в этих спринтах постоянно, ну типа вот сейчас у нас вот этот большой запуск, я сфокусирован на нем, и последние полтора месяца я работаю тупо, там, часов по 12-15. Что ты делаешь? В чем, как выглядит вот... Что 12 часов ты делаешь? Да. Ну так как я являюсь в этом запуске как эксперт, и как человек, который продает, то есть, ну это там часов 7 в день это сториз. Создавать сториз, записывать, говорить, вот плюс погружение в... Твои сториз? Мои сториз. А это где это? В БД эти сториз размещаются или где они? Везде. И в обычных, и в БД. На какую тему? Это просто лайфстайл, или это что-то связано с работой? Нет, это экспертность и как бы личность. И, ну плюс какие-то погружения в те зоны, в которых я в этом проекте там принимаю, держу ответственность. Например? Ну это трафик, допустим, то есть контроль у трафика, контроль у упаковки, взаимодействие с командой, там постоянные... Ну упаковка того же самого продукта, это сессии там с партнерами, это сессии с коучем. Каждый день? Ну каждый день, вот разные вот такие вот задачи. Меня это бесит. Ну типа я нахожусь в операционке, но я понимаю, что это точка роста. Ну типа сейчас мы зафиналим этот запуск, это будет громко. Типа мы на очень маленьких охватах делаем те цифры, которые блогеры делают там миллионники, да, и то не каждый. И как бы да, сейчас вот такая вот движуха, операционка, операционка, операционка. Мне она не нравится, мне больше стратегические вещи. То есть сейчас у меня фокус будет на формирование команды, усиление. Потому что нам, к нам в апреле, в мае зайдет порядка там 20-30 блогеров, ну больше мелких, то есть на них фокус. Хотим вырастить из них таких лидеров, чтобы они качали. Поэтому, ну вот такая вот. А не ошибка ли это, как ты считаешь? Потому что по моему мнению, я когда-то общался с Максом Роговцевым, это мой хороший друг, блогер YouTube, один из, наверное, самых популярных, кто не знает и зрителей, на детской аудитории у него там больше 30 миллионов подписчиков. И у меня есть мои знакомые блогеры, которых я смотрю на YouTube, там, ну в игровой тематике, да, и я вот как-то к Максу обращался, говорю, Макс, слушай, может ты возьмешь кого-то из этих блогеров, там я, например, заплачу за рекламу, за курс, за продюсирование, чтобы его сделать там не из 5 тысяч, я не знаю, там 50 тысяч подписчиков. И Макс мне вот объяснил, как бы, да, что когда они начинали, у него и школа по образованию на YouTube, когда они начали продюсировать, вот как ты, мелких, мелких, мелкие каналы, да, те, у кого там, ну, мало подписчиков, то это сложно. Там нет денег, там нет результата, поэтому они сейчас берутся только исключительно за большие каналы. То есть, вот смотри, я почему спрашиваю, потому что вот в твоем формате ты получил большой результат, когда начал сотрудничать с большими блогерами, ну, вот по факту. Ты взял больших, больших ребят, у которых большие охваты, там, я не знаю, по миллиону подписчиков, сделал качественно, скажем так, воронку продаж и получил крутой результат. И они, твои клиенты и ты, все довольны. Сейчас ты говоришь о том, что хочешь работать с мелкими и вырастить их. Не ошибка ли это? Ну, смотри, мелкие, я не говорю прям про мелких, про мелких, да, все равно важен, ну, как бы, если прям блогер или эксперт совсем мелкий, то там масштаб мышления. Давайте определим, что такое совсем мелкие, это сколько цифра? Короче, я берусь за проекты, где там от 5 тысяч охват, ну, это запуск, там, от 5 до 10 миллионов рублей, вот, меньше, как бы, неинтересно, вот, и, если говорить про YouTube блогеров, ну, YouTube это такая площадка, которая там может запустить очень быстро, ну, допустим, вот Даня делал недавно чуваку, NLP-шная тема, у него было 5000 подписчиков на канале, он там на протяжении трех лет вел, у него ни хрена не получалось, он последовал рекомендациям, и за 3 месяца он сделал 150 тысяч подписчиков, ни рубля не вложил, вот, потом там была... Это коллаборация или что? Нет, это работа с алгоритмами YouTube, YouTube органика так выстрелил? Это органика, YouTube это органика, никакой нахрен рекламы, кто говорит про рекламу, это некомпетентные люди, и, там, были истории побольше, там, чувак, у него было 150 тысяч подписчиков, но канал был тонущий, и, там, в день набиралось по 3-4, тысячи просмотров, то есть, это сколько там, за год, типа, там, миллион с копейками. Слушай, Дань, вопрос к тебе, по нашему YouTube каналу, мы уже его год ведем, больше немного, да, у нас около 25 роликов, и тысячу подписчиков, как ты считаешь, нам лучше новые ролики выкладывать на этом же канале, или создать новый канал, и его более грамотно оптимизировать? То есть, как ты считаешь? Я не являюсь экспертом в YouTube, но исходя из, как бы, взаимодействия с Даней, я понимаю, что даже те ролики, которые есть сейчас, там, типа, 25, можно поработать с ними, оптимизировать их. На этом же YouTube канале? На этом же YouTube канале, типа, сколько всего просмотров? Около 200 тысяч. типа, можно за, там, месяц-два, за месяц-два можно сделать, на этих же роликах, я думаю, типа, 500-600 просмотров, ну, в общем, чтобы было на канале. Ну, типа, к Даню я точно вас не направлю, у нас, типа, 250 человек отучилось, с каким-нибудь толковым я могу свести, просто пообщайтесь на эту тему. Ну, это реально возможно, это... А почему на Даню не можешь вывести? Ну, он не берет, проекты, он... Может быть, он просто по-дружески нам порекомендует? Порекомендует? А я Даню знаю даже, да, я знаком с ним. Ну, я не могу сейчас, типа, здесь говорить, что да, он скажет, не скажет, за учеников, я точно знаю, что там, толковых ребят мы отучили, они умеют это тоже повторять, вот, это, это возможно, типа, эти группы 5000 подписчиков, через 3 месяца 150. Не помню, как называется, это сейчас, жена этого человека у меня на обучение, типа, по запускам, они хотят монетизировать эту аудиторию, ну, надо посмотреть. Типа, чувак был, миллион просмотров у него было за год, и был упадок, он поработал, здание, сделал все по рекомендациям, он вырос до 300 тысяч плюс, там, что-то, 350, по-моему, за 5 месяцев, и у него за 5 месяцев 10 миллионов просмотров, за год миллион, за 5 месяцев 10 миллионов, и он сделал запуск там на 15 лямов. Я потом спрошу, это за счет чего? Работа с алгоритмами YouTube. Звучит очень загадочно, оу, дорогие алгоритмы, давайте поработаем. Теги, или что это, работа в России? Смотри, обложка, чтобы человека завести на ролик, и правильный контент для того, чтобы было удержание. Все-таки правильный контент, то есть надо ролики менять как-то, да, получается? Но даже с вот этими, которые есть сейчас, можно поработать правильно, что-то, ну, короче, подмонтировать, да, или как? Типа того. Там много, я уверен, нюансов, очень много. Даня, скинь, пожалуйста, я потом тебе отдельно напишу, скинь, пожалуйста, ссылочку, очень интересно, просто реально. Посмотреть, понаблюдать, посмотреть, что там за название роликов, что там за обложки, проанализировать, просто для нас, чтобы было полезно. Ну, я тебе два канала этих покажу. Спасибо. Что, давай блиц сделаем. Даня, ты счастлив? Да. Алкоголь или марихуана? Алкоголь, восемь с половиной лет, не пил, попробовал на бале четыре раза, ну, как бы такое себе, марихуан, когда не курил, вообще, в принципе, не курил ни разу. Ну, ты нас спортишь, правильно? Ну, алкоголь. Ты, не, я понял, но ты сам на спорте занимаешься спортом, качаешься. Кто такой инфо-цыган? Это человек, который не является экспертом в той или иной области и продает все это под красивой упаковкой. Ну, и мы вчера обсуждали, на самом деле, инфо-цыган это комплимент, потому что цыгане очень богатые люди. Окей. Встречаешь, Даня, на улице, братан, ты такой инфо-цыган, Даня такой, спасибо, братышка, я не учу людей. Окей, поехали дальше. Короче, есть неограниченное количество денег, что с ними будешь делать? Вообще сложный вопрос для Блица. В первую очередь, создам вокруг себя максимально комфортную атмосферу для себя, для своей семьи и проинвестирую в какие-то новые, крутые, инновационные проекты, которые повлияют, ну, как-то положительно на мир. Если ты остался один на планете, что хотел бы ты иметь? Что я хотел бы иметь? Да, один, один нёшенек, но все ресурсы твои, все, что хочешь, можешь доказать. Да, я не знаю, классный дом, классные тачки все то же самое, что... То же самое, к чему я и стремлюсь. Только без людей. так и без людей, но какие-нибудь много разных развлечений. Людей. Если бы ты остался один, я бы хотел людей заказать просто. Классно, это прикольно. С любым человеком можно уйти в отрыв. С кем уйдешь в отрыв? С кем оттусишь по-жёсткому? Это противоположный пол, или... А не важно, вообще любой человек в мире. Джордан Балфорд. Классный выбор, реально. Вопрос от меня, вот если бы ты хотел кого-то воскресить, кто бы это был? Родственников воскрешать нельзя. Никого. А Стив Джобс? Пофиг. Да? Ничего себе, жестокий какой. Реально? Смотри, прикинь, вот у тебя кнопка воскресить, типа есть, тебе дают реальный выбор, типа кого-то воскресить, такой нет. А зачем? Чтобы что? Чтобы, может быть, он помог тебе закрыть, быстрее реализоваться, чтобы, может быть, он там... Сейчас есть люди, которые могут помочь тебе быстрее реализоваться. 100 тысяч подписчиков в Инстаграм или 2 миллиона в ТикТоке? И почему? 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. Почему? Потому что это более серьезный актив, потому что 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. ТикТок и Ютуб – это те площадки, где только 30% людей смотрят на твоей аудитории, 70% – это рекомендации. Ну и, соответственно, там сложнее зарабатывать деньги. Если мы говорим про Инстаграм, 100 тысяч подписчиков – это порядка 20 тысяч охвата, а 20 тысяч охвата – это 20 миллионов рублей в месяц. Наверное, не всякие 100 тысяч подписчиков, да? Ну, я говорю про своих, как бы у меня 30 тысяч экспертных, плюс еще 70 зайдет экспертных, это вот такой доход примерно будет с блога. Где самый платежеспособный, наверное, подписчик? В какой сфере? Какой подписчик самый дорогой, самый ценный? Ну, наверное, в моей теме, вот как раз-таки запуски, продюсирование, потому что это ниша, ну, тут как бы одни из самых дорогих продуктов. Окей, топ-3 тогда. Топ-3... Ну, тема заработка, в любом случае. Тема заработка. Бизнесовая, то есть предпринимателей, которые там бизнес-процессы, продажи, управление и так далее. И психологии, вот коучинга. Почему психологии, коучинга? Ну, там тоже высокие чеки достаточно, люди любят решать вот свои проблемы, хотят найти ключик. Какие там чеки примерно? Ну, 1200, наверное, 150. Если брать флагманские продукты, если массовые, ну, 1030. Ну, вот в Alex Villas, например, средний чек где-то 300 тысяч долларов. Нет, ну, я так понял, мы говорим про онлайн-образование. Не-не-не-не-не. Вообще, в принципе, да. Любой сегмент, любая сфера. Ну, понятное дело, инвесторов каких-нибудь, айтишка. Короче, люди, да, инвестора, которые с бабками. Самая дорогая аудитория. Блиц закончен, братан, поздравляю. Есть, короче, вопрос. Да. Один из финальных, мне кажется. Вот, как я услышал, у тебя практически всегда, наверное, в жизни для роста, ну, он должен быть, и он у тебя есть запрос какой-то, который ты транслируешь там нужным людям. Сейчас запрос такой есть? Запрос, ну, выйти еще на новый уровень по финансам, потому что, типа, сейчас я в такие серьезные отношения, типа, зашел, и, ну, типа, беру ответственность, а там девушка такая с, короче, непростая, она умеет тоже зарабатывать деньги. За счет чего сейчас ты можешь вырасти в доходах? Какой, ну, что-нибудь сейчас не хватает? А у меня, не, все, все хватает. Типа, раз, два, три. Типа, да, как вырасти там на 20 миллионов в месяц, я в целом понимаю вопрос, как бы, времени. Дальше там уже будем смотреть. Дальше эта уже история, наверное, в капитализацию начинается, потому что, как бы, большие деньги зарабатываются не на дивидендах, они зарабатываются на капитализацию. То есть нужно строить компанию, которая будет в оценке расти. То есть сейчас, чтобы вырасти до 20-ки, есть все, нужно только время и работать? Ну, я тебе говорю, что у меня в мае, дай бог, типа, 30-40 получится. Ну, это не за месяц, это там за пару месяцев работы, но тем не менее. Ну, красиво. Ну, успехов тебе. Я лично желаю, чтобы не было больших ожиданий, потому что бывают большие разочарования. Чтобы ты, знаешь, просто вот знал внутренне, что ты достигнешь чего-то рано или поздно с этими или с другими людьми, что оно рано или поздно случится. Поэтому достигай, если тебе это в кайф. Е-бой. Ха-ха-ха. Красава. Ребятушки, куда уж без челленджей. Нужно за один подход отжаться сто раз. Если кто-то из нас не выполняет это задание, он привозит 50 килограмм риса в какую-нибудь деревню, которая нуждается... Ха-ха-ха. Челлендж принят, ребята, погнали. Тонно рисом идет болитцем, если кто-то из нас делает то отжимание. И ракетка Алексу, если он лично делает. Да. Давай, я считаю. Раз, два, три, четыре и пять. You'll be there later. Еще 30 раз. Easy. Давай, 20 градусов. Боже, дайся. No, no minutes later. Раз. Сколько? 88. Давай десятку хоть чистыми раз. 7. 8. 9. Ты что, давай? Ебать! Ха-ха-ха. Я не могу в это поверить, Леха. На 99. Леха, ты что? Это просто феноменально, бро. Как? Зачем? Я не знаю. Это знаешь, как обрыв, перепрыгнул, блядь, на 99%. Кто может сделать сотку, напишите в комменты. Реально, это много людей так может, или нет? Напишите в комментариях, можно ли засчитывать эту сотку. Главное, короче, распределяй силой. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Eight seconds later. 11, 12, 13, 14, 14, 25, 26, 40, 41, 42, 43. Хорош, на кону компания, братан. 45, 46, 49, Ни хера, я не пойду. Нормально, нормально, иди до конца, брат. Ну, хорош, 50. Ребята, это было феноменально. Алекс сделал 99 раз. Блядь, что это было? Как ты мог просто проебать ракетку и тонну риса для болицев? Я вам желаю, друзья, короче, при движении к вашим целям, даже мать, иногда вот этот один процент, это как золотоискатели. Вот оно, вот золото уже здесь, а вы еще этот ударчик не сделали. Делайте этот удар, Леха, я не знаю, что, как, где-то ты не рассчитал. Получается, 100 килограмм риса. С вас получается, болицы. Ничего. 100 килограмм риса, риса поделимся, накормим. И еще с меня соточка. А может и больше. Поедем вместе, сделаем благотворительность, правильно? Да, ребятки, поддержите реакции какой-либо, если понравился контент. Увидимся с вами в следующий раз. Еее! БАХ!